Были ли попытки применять их продюсеров, переманить к себе? О, конечно. Каждый день мне звонят с предложением переманить к себе. Но вообще, мне очень нравится работать с целой командой, с продюсером Мишей Некрасовым. И я их ни на кого в жизни не променяю. Единственное, я бы согласилась работать с европейским менеджментом, как в составе нашей команды, не вижу здесь ничего плохого. То есть те люди, которые за пределами Украины работают и, может быть, в чем-то больше понимают, чем мы, пожалуйста, мы открыты к таким предложениям. Но составом своей команды я более чем довольна. Мы вместе уже прошли многое, плохое, хорошее. И я горжусь тем, что мой продюсер Мишей Некрасов в свое время уберег меня от множества ошибок. И я учусь сегодня во мудрости, выдержке и умению работать как музыкант. Было желание поехать в Мурманск, как ни крути, это знаково и в какой-то мере сакральное место для вас. Тянет туда на тонком уровне? В Мурманск меня не тянет, даже на сакральном уровне, потому что я знаю, что там очень холодно. Там просто до невозможного холодно. А я теплолюбивая со здания, и вот это не тянет меня к леднякам, морям и холодным ветрам. Злата, вы общаетесь со своими поклонниками? Да, я общаюсь и в соцсетях общаюсь периодически, и периодически мы устраиваем встречи поклонников. Вот, кстати, давно очень уже ее не было. Нужно восполнить этот прогресс. Что побудило дать вторую жизнь? Песня далеко. Клип ведь это и деньги, и время, и усилия. Можно было бы новую работу создать. Дело в том, что клип далеко мы не создавали, не снимали. Я не знаю, с чего вы это взяли. Песня далеко, которая есть сейчас, это ремейк. Вот мы сейчас так чувствуем с Нишей, и мы решили дать ей второе дыхание, некую вторую жизнь. Я не знаю, какой вариант лучше или хуже, они просто разные. И какой хотите, такой слушайте. И нового клипа мы не снимали. Новый клип будет под новую песню. И я надеюсь, что это уже произойдет в таком будущем времени. Какая мелодия в последнее время прицепилась и не уходит из головы? Расскажите, как вы подбираете себе наряды для сцены? Если у вас стилисты, какой косметикой пользуетесь для макияжа? Наряды очень многие я подбираю со стилистами. Также для меня их придумывают и разрабатывает Виктория Некрасова. Также работала с дизайнером Анной Смехиной. Потрясающий человек, творческий. И некоторые костюмы придумываю я сама. Говорю девочкам, что бы мне хотелось. И уже потом девчонки, стилистки, они воплощают это все в жизнь. По поводу профессиональной косметики могу посоветовать. Ну, вы знаете, наверное, косметика Мак есть такая. Гобби Браун очень мне нравится. Вот, в принципе, это те линейки, которыми я пользуюсь. Плюс еще есть Make Up For Ever, Make Up For Life, Чимичита. Пробуйте и находите свои. Злата, вы пишете музыку, стихи. Если да, то могли бы поделиться с ценящей вас общественностью? Я пишу мелодии. Музыка эта громко сказана, стихи. И как раз вот песни далеко с автором слов выступила также и я. Но и в будущем вы сможете услышать от меня, скажем, исполнение моей поэзии. Вы очень скоро это в будущем услышите. Злата, ты очень крутая вокалистка, потрясающе переживаешь песни. Это супер, вопрос такой. Почему нет твоих видео в ВКонтакте и в твоей группе, твоих старых выступлений с Глиера, хочется послушать? А вы знаете, я сама себе ни разу давала этот вопрос. Это видео не для широкого пользования, поверьте. Там я была студенткой, да, я с уважением и трепетом отношусь к этому времени. Но не все и не обязательно нужно это все показывать, об этом рассказывать. То есть это, скажем, было учебное время со своими ошибками. Где-то это было очень даже забавно. Я сейчас вспоминаю и смотрю эти видео и фото и думаю, боже, неужели это я? Почему же я здесь вот так вот спела? Ну надо же вот по-другому было это сделать. Поэтому каждый человек растет и в сети сейчас достаточно видео тоже как бы и с моим ростом, скажем, и с ростом моего опыта творческого. Вы можете это все найти. Какие лирические композиции можешь посоветовать на английском языке для мецо-сопрано? Ого! Индион, Виттни Хьюстон, Кристина Агилера. Так и новая формация это Адель, Джеймс, Уинсик, Марк Мурроу. В общем, вылетело из головы, вспомню и скажу. Один исполнитель, который мне очень-очень нравится. Ладно, проехали. Предпочитаете бородатых мужчин или глотко-чоких, чтобы я понимала, в каком направлении двигаться? Я предпочитаю лабрадоров. Изменился ли ваш концертный график из-за работы политики? Ну, приходится очень четко выстраивать свой график. Я бы не сказала, что он как-то изменился. Приходится где-то отпрашиваться. Мало, меньше времени осталось на отдых и личную жизнь. Это, да, признаюсь. Злата, как вас называют близкие? Друзья Злата или все-таки Инна? И как вы сами себя воспринимаете? С каким именем? Ну, близкие меня называют в основном не по имени, а там Солнышко, Дочурик, Златушка. Иногда проскальзывает Золотко. Я себя воспринимаю как личность, как человека. И мне очень нравится имя Злата. Я всегда мечтала поменять свое время данное при рождении. И вот оно мне почему-то никогда не нравилось. И я думаю, что судьба меня сама к этому подтолкнула. И скажу, что с изменением имени только лучшие изменения произошли в жизни. Здравствуйте, Злата. Я как азербайджанка, мне очень сильно нравится ваше творчество. Особенно мне понравилась песня Геля Исээр в вашем исполнении. Скажите, пожалуйста, бывают ли еще такие красивые азербайджанские песни в вашем исполнении? Если да, то какую композицию вы бы хотели исполнить? Ой, я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Но, во-первых, спасибо. Очень приятно, что вам как носителю языка и культуры нравится то, как мы сделали Гели Исээр. Хотелось бы, конечно, еще какого-то международного проекта. Но для этого нужны силы, время, определенные затраты. И поэтому посмотрим. Многие известные музыканты заявляли, что свои собственные песни они петь не очень любят, так как эти песни успевают им приесться еще на стадии их создания. Есть ли у вас такие песни? Каждая песня для меня – это как такой ребенок, которого ты рождаешь, внашиваешь в муках, даешь ему имя, следишь за его жизнью, воспитываешь. Поэтому с каждой песней связана какая-то определенная история. И чтобы они не надоедали, есть множество актерских, психологических приемов. Просто придумывать себе разные истории, разные обстоятельства, какие-то новые вокальные фишки привносить в исполнение. И тогда песня не будет надоедая. Злата, вы классная, круто поете, и песни тоже хорошие. Вы говорили в интервью, что любите джаз. Когда где вы были в последний раз на джаз-концерте? И назовите топ-10 любимых джазовых стандартов. Кто их исполняет? Ах ты! Ну, вообще для этого вопроса я бы отвела отдельную онлайн-веб-конференцию, потому что о музыке, о джазе я могу говорить и сами. Но давайте я вам приведу несколько примеров одних из самых своих любимых композиций. Начнем с такого направления, как Latin Jazz. В свое время я его очень увлекалась и даже ездила на Кубу специально, чтобы соприкоснуться непосредственно с колыбелью Latin Jazz, послушать, как это делают они, эти латинские кубинские музыканты. Очень мне нравится творчество Тани Марии, Антонио Карлоса Жубин, Артур Сундаваль, величайший гений музыкальный. Вот Жубин про свои песни говорил, что каждая моя новая мелодия и песня – это женщина, которой у меня никогда не было. И вот, например, некоторые любимые мои стандарты Досановы – это из das Fina Do, ныне очень главная мелодия. 어차피 из тебя๋яideю. Эту песню исполняла когда-то Диана Ривз, тоже потрясающая певица, джазовая, нюд, джазовое, так скажем, направление. Ну и в заключение несравненная Эллочка Физжеральд и в ее исполнении песня Imagine My Frustration. И мы очень часто с девчонками прикалывались, была такая величайшая блюзовая певица, как Билли Холлодей, и мы пробовали копировать ее манеру исполнения, и вот что у нас примерно получалось. Так что мое джазовое прошлое в общежитии, в принципе, с одним из лучших джазовых музыкантов, потому что приезжали ребята учиться со всей Украины, и там я тоже училась, так сказать, ну это громко сказано, смотрела и фильмы, и музыку, изучала стили. И вообще джазовую музыку нужно и важно изучать музыканту, потому что она воспитывает интеллект.